К 16 сентября 2020 года результаты рассмотрения дела о пожаре в Виктории огорчают всех. Родители погибших девочек, потерпевших, общественность и даже самих обвиняемых. Оно и понятно. За три года из шести обвиняемых лишь одна воспитательница Наталья Цокур получила условный срок два года. Главные фигуранты, экс-директор лагеря Петра Саркисян и его зам Татьяна Ланина до сих пор ждут вердикта Фемиды и, судя по всему, услышат они его не скоро. Полгода назад суд по ходатайству потерпевших назначил еще одну экспертизу, уже третью по счету. Однако недавно Харьковское бюро экспертиза требовало увесистый список технической документации, которую, к слову, не предоставили во время первого исследования. 23 сентября суд должен рассмотреть этот запрос и истребовать документы у горсовета. Сам же лагерь после пожара долго не простаивал. Уже в 2018 году юристы горсовета добились частичного снятия ареста и руководствоваться военным положением заселили туда резервистов. А после и вовсе летом провели первый после пожара заезд детей. Деревянные корпуса так и остались под арестом. Больше всего потерпевших и общественность возмущает, что среди обвиняемых нет ни одного городского чиновника. Экс-вице-мэр Вячеслав Шандрик, курировавший вопросы строительства, просто уволился с поста. Начальник управления капитального строительства Борис Панов, непосредственный заказчик строительства, продолжает работать. Как и директор департамента Елена Буйневич. Хотя заявление по собственному желанию написала она сразу после пожара, однако его не подписали. В деле же у нее статус свидетеля. Ситуация классическая. Вопросов больше, чем ответов. И теперь к нерешенным за три года добавились еще несколько главных. Предоставят ли горсовет необходимые документы? Помогут ли они установить истину? А главное, когда в Одессе прекратятся масштабные пожары? За последние три года трагедии в Виктории, психбольницы, гостиницы «Токио Стар» и экономическом колледже унесли жизни 34 человек.